Последнее воскресенье мая все работники химической отрасли отмечают свой профессиональный праздник. В республике в этом направлении работают два завода-гиганта. Глава Чувашии Олег Николаев посетил один из них – Вурнарский завод смесивых препаратов. Предприятие выпускает химические препараты от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Завод – один из крупнейших экспортеров в Чувашии. Кроме того, он участвует во всех социальных проектах в муниципалитете. Построен фокс-бассейном, реконструирован стадион и лесопарковая зона. Олег Николаев отметил, что это результат эффективного частного государственного партнерства. Самое главное – взаимное доверие между бизнесом и властью, которое в итоге потом монетизируется в конкретные результаты. Разделили предприятия условно на три группы. Крупные, такие как Авгус, Химпром, Тракторный и ряд других предприятий, которые являются крупными налогоплательщиками в бюджет Чувашской республики и крупными работодателями. Мы с ними работаем по принципу плану совместных действий, когда намечаем некие общие направления, прежде всего основываемся на планах развития этих гигантов и дальше смотрим, какие инвестиционные проекты надо синхронизировать с планами развития этой территории. И это дает колоссальный эффект. Еще одно градообразующее предприятие района – местный мясокомбинат. В хозяйстве около пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Предприятие находится на втором месте по валовому надою среди сельскохозяйственных организаций. Строятся новые площадки. Уже запустили коровник на 440 голов, возводят телятник. Поголовье увеличивается. Так как мы племм предприятия, нам нужно стадо либо продавать 10%, либо повышать наше стадо. Мы решили, что нам выгоднее повышать стадо. И 10% мы ежегодно повышаем стадо. Благо у нас телята есть. Для этого мы строим и новые родильные отделения, вот телятники строим. Производство молока в организованных хозяйствах республики продолжит поддерживать специальными программами. Здесь по сравнению с личными подсобными хозяйствами можно четко планировать объемы и отслеживать качественные характеристики продукции, отметил глава региона. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика.